МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юбилейный мотофестиваль в Малоярославце. Наш город также чтит и верит в те истины, которым учит нас древняя легенда. Книжная выставка за любовь и верность. Я очень люблю футбол, поэтому играла в команде. Турнир по мини-футболу. А теперь об этих и других событиях подробнее. Федеральные эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций отмечают рост влиятельности Алексея Островского. По итогам июня губернатор Смоленской области в рейтинге влияние глав субъектов занял 53 место, поднявшись на 6 пунктов по сравнению с майскими итогами. Опыт Смоленской области в сфере энергоэффективности рекомендован к ознакомлению регионам России. Такое решение было принято на заседании Координационного совета по энергетике, энергосбережению и энергоэффективности, которое прошло в Москве на площадке Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия Центральный федеральный округ. На Совете было отмечено, что вся нормативная база сформирована, а объем и потенциал уже существующих проектов можно увеличить в разы. Профессия спасателя требует постоянной готовности к оказанию помощи пострадавшим в той или иной чрезвычайной ситуации. Чтобы совершенствовать навыки оказания помощи, спасатели Управления по делам ГОИЧС Десногорска проводят тренировки. Очередная прошла на одном из высотных жилых домов. По алгоритму оказания помощи пострадавшим при возникновении пожара в жилом высотном доме, оперативный дежурный Управления по делам ГОИЧС получает сообщение о возгорании от жильцов дома. Служба спасения 112, город Десногорс, дежурность, слушаю вас. Есть, понял, сообщение принято, спасатели готовятся на выезд, ждите. Спасательный отряд срочно выезжает на место возникновения пожара. Туда же прибывают и пожарные. Спасатели эвакуируют условного пострадавшего с использованием альпинистского снаряжения – канатно-спускового устройства. Пожарным, прибывшим к месту пожара, спецтехника обеспечивает доступ к кочегу возгорания с внешней стороны высотного дома. Слаженная работа спасателей и пожарных спасателей позволяет в короткие сроки локализовать и погасить пожар, оказав экстренную помощь пострадавшим. В Смоленске готовятся к региональному отборочному этапу национального чемпионата Обилимпикс. Два дня более 20 студентов с ограниченными возможностями здоровья будут состязаться в профессиональном мастерстве по различным направлениям. Открытие чемпионата запланировано на конец октября. Самые чистые родники, расположенные на Смоленщине, получат статус особо охраняемых природных территорий. Областная администрация подписала договор о сотрудничестве с епархией. Сейчас экологи проводят исследования состояния воды и осматривают территорию, чтобы вблизи не было мусора, который может стать причиной загрязнения святых источников. Четыре дня с 29 июня по 2 июля рядом с городом Малоярославец Калужской области проходил юбилейный 25-й мотофестиваль 2017. О том, как прошло это главное событие года, расскажем в нашем сюжете. Все происходящее на фестивале условно можно было разделить на сектора – на земле, в воздухе и на трех сценах. На земле – мотосоревнования в различных категориях, а также выступления каскадеров. В заездах приняли участие около ста профессиональных спортсменов из Краснодарского края, Самары, Вологды и других городов Центрального федерального округа, а также единомышленники из Германии. В воздухе гости оценили работу квадрокоптеров и шоу радиоуправляемых самолетов и вертолетов. На сценах выступили заслуженные и известные музыкальные коллективы, как российские, так и зарубежные – всего около ста групп. Организаторы юбилейного международного моторок-фестиваля «Малоярославец-2017» – российские ассоциации мотоциклистов и рок-музыкантов. Главное, чтобы собирались всегда добрые люди. Не было зла, не было плохого, не было там каких-то злых мыслей даже, чтобы не было. Должны здесь собираться только добрые люди. Так оно и есть. Три дня из четырех фестивальных периодически шел дождь. Но ни участников, ни гостей главного события мотосезона 2017 года это не расстроило. А судя по этим кадрам, дождь и грязь только добавили драйва. Было много музыки, много дождя. Весело, мокро. Но что, что я так смотрю? Вот уже четверть века мощные моторы стальных коней и ревущие электрогитары встречаются на фестивале в Малоярославце. Надеемся, так будет и в следующем году. В результате межведомственного взаимодействия в области за июнь выявлено 78 транспортных средств с товарами общим весом 1400 тонн. 86% партий составляют яблоки, остальное – грибы, сыр, груши, клубника, томаты. 53 партии санкционных товаров уничтожены. Возбуждено 49 дел об административных правонарушениях. В Монастырщинском районе местный житель незаконно, без лицензии, застрелил лося. Сумма причиненного ущерба составила 120 тысяч рублей. За незаконную охоту законодательством Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Каждый год насыщен разнообразными праздниками и памятными датами. Свои юбилеи отмечают люди, компании, известные изобретения и даже книги. Десногорская Центральная Библиотека приглашает посетить выставку «За любовь и верность», посвященную юбилею книги «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Ей исполняется 470 лет со дня издания. Эта книга – памятник древнерусской литературы XVI века. Автор повести – писатель-публицист Ермолай Еразм. Он получил поручение от московского митрополита Макария написать о муромских святых Петре и Февронии, которые правили в Муроме и умерли в 1228 году. Произведение было написано после канонизации Петра и Февронии на Московском церковном соборе в 1547 году. И хотя некоторые исследователи сомневаются в существовании этих святых, тем не менее союз князя Петра и его супруги Февронии стал примером настоящего брака, образцом семейной любви и верности. История любви святых Петра и Февронии послужила основой для появления современного праздника. А нравственные уроки повести о Петре и Февронии актуальны сегодня. Наш город также чтит и верит в те истины, которым учит нас древняя легенда – любовь, мудрость, верность. Это та книга, которую стоит читать и перечитывать. Это наша история и культура. Мы приглашаем всех десногорцев посетить выставку «За любовь и верность» и еще раз перечитать страницы повести о Петре и Февронии Муромских. Выставка будет работать до конца июля. В Смоленске в преддверии Дня семьи, любви и верности прошли торжества, на которых честовали заслуженные семьи области. Знаком отличия материнская слава имени Анны Тимофеевны Гагариной награждены 15 мам. Еще 15 семейных пар Смоленщины удостоены памятных медалей за любовь и верность. 5 июля на стадионе детско-юношеской спортивной школы прошел турнир по мини-футболу среди воспитанников летних оздоровительных лагерей. В турнире приняли участие две команды из школы номер два и команда из Дома детского творчества. Всего в этот день на поле вышли 27 юных футболистов. Соревнования предназначены для того, чтобы привлечь подростков для занятий физкультурой и спортом. И охватить, стараемся как можно больше ребят, болельщики присутствуют, хорошо болеют, и участники азартно играют. В принципе, именно для выявления лучших. Игры проходили с большим азартом. Спортсменов бурно поддерживали болельщики на трибунах. Каждый переживал за свою команду. Я болею за команду ДДТ. Мы выигрываем 5-1. Футбол считается мужской игрой, но в этот день в играх приняли участие даже девчонки. Я очень люблю футбол, поэтому играла в команде. Что тебе дает игра в футбол? Спорт, здоровье, разминка хорошая очень, внимательность, вырабатывается резкость. Скажи, ты же девочка, тебе не страшно с ребятами играть? Неа. Игры проходили по олимпийской системе. Два полуфинала, матч за третье место и финал. Победу одержала команда Дома творчества. Второе и третье место у команд второй школы. Все участники турнира получили сладкие призы, а победители – почетные грамоты. И в заключении наш анонс. 9 июля в России отмечают День рыбака. В Смоленске в этот день для всех любителей рыбной ловли пройдут состязания. Всю пойманную рыбу сначала взвесят, а потом отпустят в водоем. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Благодарю вас за внимание и желаю хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова